добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день я хочу сегодня продолжить тему что я думаю о возрасте первую тему первую лекцию мы поговорили об активности вторую лекцию хочу посвятить тому что же все-таки нам носить ну и существует очень много мнений очень много советов стилиста все рекомендуют что же нам носить если нам за 50 за 60 за 40 и так далее я огромная противница всех этих разделений нас на какие-либо группы женщин остаются женщиной я сильно удивилась когда наша дашенька и было 4 месяца и на нее одели новую юбку вы все эти видео видели в инстаграме на канале модной практики мама в поздравлении это было на 8 марта еще вспомнила и было четыре месяца она начала радоваться радоваться прямо там так радовалась собралось все ателье весь наш канал все смотрели и все не понимали как может четырехмесячная девочка чего-то там знать про новую юбку мы сильно удивлялись сильно удивлялись как бы ну родилась женщина да и также в любом возрасте 60 70 и далее лет мы все равно остаются остаемся женщинами и наша задача именно вот в этом и состоит остаться женщинами ну и я хочу сказать прежде чем я хочу сказать о том что же нам все-таки носить я сделала себе вот такую вот ну такую формулу да что в нашей жизни стоит на первом месте что на втором месте и что на третьем месте мы очень много говорим об одежде на каналы модной практики но потому что канал об этом об одежде и мы о ней говорим как нам выглядеть как создать новый образ что нам подходит что не подходит как сконструировать это как сконструировать модные брюки как сделать модный жакет какое пальто нам себе раскроить и так далее но я хочу много учу вас работать с праймой и еще с чем-то но сейчас речь немножко не об этом так вот я говорю что мы очень много говорим об одежде но одежда это не есть ну которая пункт 1 я вывела формулу другую пункт 1 это настроение потому что без настроения никакая одежда нас не украсит пункт 2 это самооценка и пункт 3 это одежда вот одежда хороша тогда когда первые два пункта исполнена если мы в тоске в печали недовольны миром правительством еще чем-то курсом доллара своим мужем своими детьми еще кем-то нам то не нравится и это не нравится и я не люблю город в котором я живу можно ничего не шить и не украшать себя потому что это бесполезно вот с таким утопическим настроением можно ходить в одной растянутой вискозной майке это как раз и подойдет но я за то чтобы наша женщина все-таки была с настроением давайте работать над своим настроением сами создавать вокруг себя ну что-то своими руками или не своими руками или подбирать какие-то другие резервы для того чтобы у нас это настроение все-таки было когда мы в настроении наша семья в настроении то есть женщина это но тот человек который все-таки вокруг себя задает такой тон да и тогда у всех окружающих будет хорошее настроение и самооценка если у нас низкая самооценка мы такие все несчастные вот и такая толстая вот такая возрастная да мне уже 60 а мне уже 50 а что мне надо а мне уже ничего не надо вот надо дочки надо внучки надо то надо это надо заплатить на это надо вот заплатить туда на себя денег этот месяц не осталось другой месяц не осталось следующий месяц не осталось и так потихонечку все окружающие так и привыкают удобно а ей ничего не надо какая красота и ты превращаешься в такую абсолютно серую тетечку который правда ничего не надо все не интересно все печально и так далее давайте давайте уходить из этого состояния я особенно обращаюсь к нашим подписчикам канала модной практики я хочу сказать что но не подходит нам вот эта низкая самооценка это отсутствие настроения а вот тогда когда уже у вас хорошее настроение и какая то есть такая самооценка и вы не последнее место занимаете ваши в жизни всех окружающих и вы не последнее место занимаете на что надо истратить средства то есть надо истратить на всех кроме меня окружающие очень быстро к этому привыкают это просто я знаю жизненного опыта я очень много в жизни знаю людей поэтому я Я знаю, о чем говорю. Давайте себя не ставить вот на последнее место. И тогда, пожалуйста, мы обращаемся уже к гардеробу. А вот гардероб – это то самое интересное, о чем мы будем говорить. Еще раз напоминаю, без настроения, без хорошей нормальной самооценки себя, как женщины, не надо к этой теме подходить. Давайте поговорим о гардеробе. Маргарет Тэтчер сказала, надо уметь правильно использовать одежду в своих интересах. Конечно, она политик. И вы в этой фразе ощущаете такое, но немножко политическое такое настроение. Да, политик вышел на работу, он должен быть политиком. И она должна одеться так, чтобы везде как бы кого-то убедить в чем-то, где-то победить, где-то правильные слова сказать, и чтобы эти слова дошли до окружающих. И, конечно, одежда должна быть стильной и деловой, деловой одеждой. Я не политик, я работаю в ателье. Я, в отличие от Маргарет Тэтчер, могу одеть сногсшибательное пальто со сногсшибательным воротником, с золотыми ботинками и гулять туда-сюда, что вообще не может позволить себе политик в работе. Она правильно сказала одежду использовать в своих интересах. У нас интересов таких политических нет, мы совсем другие. Для меня всегда, абсолютно во все годы моей жизни, эталоном стиля была Катрин Денев. Я всегда за ней слежу. Я в 17-м году с удовольствием узнала, что в возрасте 73-х лет она участвовала в рекламе Луи Виттона. Все можете найти этот материал в интернете, все доступно посмотреть. Ей 73 года было в 17-м году, и она участвовала в рекламе Луи Виттон. Причем не было никакой там возрастной специально одежды, специально возрастной, которую сделали специально для Катрин Денев, которой 73 года в этом году. Абсолютно нет. Вы знаете, абсолютно это была нормальная, хорошая одежда. Это было вот то, что марка предлагает сегодня своим покупателям. А покупателю марки, я думаю, что от самых молодых до самых взрослых. Поэтому на что обращать внимание нам? Ну, смотря что ты хочешь внести в этот мир, я свободная женщина, я работаю в ателье. Я не политик, поэтому я имею право одеваться в чем я хочу. Но у меня прекрасное настроение, и я это настроение хочу передать в своей одежде. Почему нет? Каждый из вас должен как-то понять, для чего он одевается. Для чего он одевается? Просто для себя, для своего настроения, для своего мужа, если вы с ним куда-то идете, для своих детей, для мира вокруг вас, для того, чтобы когда вы выходите из дома, у вас было хорошее настроение, у всех было хорошее настроение. Сейчас в моде чистые цвета, сейчас в моде такая свежесть в одежде, и это сможет сыграть нам очень хорошую роль для нас. Я хочу сказать, есть вещи, которые не надо одевать никогда, ни в 20, ни в 30, ни в 40, ни в 50, ни в 60 лет. Это вискозные растянутые майки, непонятных рисунков, чего-то там наляпано непонятно чего, серо-мутно-болотных цветов, каких-то выцветших там хризантем, еще чего-то там, вот это все мы исключаем. Вязаные, потерявшие форму кофты, вязаные, потерявшие форму кардиганы, лучше их вообще не покупать, потому что ты их приобрел, один раз одел, два раза одел, все оттянулось, карманы оттянулись, локти вот так растянулись, тут катышки, деньги как бы за вещь заплаченные, а одеть ее нельзя. Но это мы потом все определяем, когда мы уже приобрели, уже два раза одели и в шоке на эту вещь смотрим. Я за то, чтобы мы включали свой мозг заранее, что ж нам покупать, что ж нас приобретать, что ж нам шить. Обратимся к шитью. Что ж нам шить? Прежде чем шить, нужно потратить деньги на ткань, нужно потратить деньги на подкладку, на молнию, на ниточку, на клеевой материал и так далее, и так далее. То есть вы уже потратили деньги. Следующим этапом вам нужно потратить время. Вы уже купили швейную машинку, вы опять вложились. Вы купили оверлок, вы вложились, вы купили кальку, вы купили миллиметровку, вы все приобрели, вы вложили определенные средства. Следующим этапом вы вкладываете свое время. Вы вкладываете свое время, а время тоже у нас не бесплатное время. это тоже такой ресурс который наравне там можно ставить с деньгами то есть мы вкладываем деньги мы вкладываем время и так далее но не хочется вкладывать вот это все что я перечислила просто в какую-то пустоту то есть в первая вещь которая не принесет нам удовольствие вторая вещь которая нам еще испортит наш внешний вид и какую-то вещь изготовить которую мы вообще не захотим носить потому что ну а я посмотрел таскать не взяла не захотела со мной самой так было сколько раз даже я продумывая свой гардероб себе делала какие-то вещи которые я потом не носила думал мне надо вот это вот это сделать потом смотришь а как-то она ко мне не прижилась не прижилась как-то я ее не захотела давайте заранее думать смотреть журналы находить для себя какие-то иконы стиля на кого вы хотели похожими вот я бы хотела конечно быть похожи на катерин денёв и это круто это круто вот что есть вообще такая женщина, на которую мы можем всю жизнь смотреть. Это прекрасно. Я хочу сказать, что считается, что Катрин Денёв стала такой иконой стилей благодаря Эвсен-Лорану. Я, конечно, тоже преклоняюсь перед творчеством Эвсен-Лорана, потому что это очень классно, следить за его творчеством от молодости, когда он вёл это, когда это, когда это. Мы с вами много лекций прошли по творчеству Эвсен-Лорана, мы много книг с вами рассмотрели, поэтому мы уже не так беспочвенно об этом говорим. И люди того времени внесли в моды вещи, которые модны и до сеперешнего времени. Я хочу ещё несколько слов сказать о дешёвых магазинах, дешёвых марках. Я всё понимаю, абсолютно всё понимаю, что не у всех есть средства приобретать какие-то вещи или там что-то шить из дорогих тканей, но кто-то вынужден прибегнуть вот к этим дешёвым магазинам. И тогда тоже нужно быть внимательными. Ну, не надо выбирать что-то такое вот, вот совсем, вот совсем. Какие-то блузки, которые бесформенные, и они вот так вот с вас спаливаются. Я зашла в марку Зара. Думаю, куплю себе платье, потому что я ехала в Париж и забыла там вообще ночную рубашку себе не взяла, ни пижаму, ничего. Думаю, у меня она хочет в квартире в чём-то раздеться и всё такое прочее. Что вы думаете, я не купила. Даже эти платья, которые для дома, я вот там походила, 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 но не захотела. Ну, не захотела, потому что ну, это не хочу такое ничего. Просто не хочу даже на себя одевать. Я пошла в другое место, купила там себе пижаму. Как раз в квартире было прохладно, пижама мне пригодилась. Я хочу сказать, будем внимательными, будем внимательными. Нельзя молодиться, нельзя в 50-60 лет одевать молодёжную одежду всю в буквах с ног до головы. Какая-то надпись может быть, ну, аккуратненькая. Нельзя одевать маечки с микки-маусами, нельзя одевать там розовые брюки, маечки с микки-маусами и пластмассовые браслеты там, и ещё что-то такое очень смешное. Нельзя одевать джинсы на два размера меньше своих, чтобы тут они нас затянули, а тут вот вывалились все наши прелести вот так вот. Сверху висели, как тесто из катки дружевое выходит. Вот это всё не нужно делать. Я хочу сказать, что ещё раз напоминаю, первое это настроение, второе это самооценка и третье это одежда. Первые два пункта приводим себя в порядок и тогда только подходим к созданию одежды. И когда уже вот эти два пункта у нас в порядке, так у нас взгляд становится уже другим. Ага, мы посмотрим так вот с хорошим настроением, с хорошей самооценкой на это. Боже, это что вообще-то? Мне это не надо. И вы посмотрите на что-то новенькое такое для себя, скажете, вот это вот я хочу. Поступают письма. Знаете, ещё какие? Ну, расскажите, вот что вы думаете об украшениях. Как бы у меня абсолютно особенный взгляд на украшения есть. Может быть, я отдельно сделаю лекцию, но я за то, что как бы это то, что не меняется каждый год. Это то, что у нас за жизнь накапливается. Что-то мы перерастаем и уже не хотим это одевать. Уже снимаем, куда-то откладываем. Ну и если мы приобретаем что-то новенькое, конечно, конечно, это должно быть что-то уже такое модное. Сейчас очень много бижутерии, чтобы она не напоминала, если мы покупаем какие-то бусы, какую-то подвеску или ещё что-то, чтобы это не напоминало нам изделие там 1991 года. А чтобы так это было понятно, что это современное изделие. Любое изделие, любые бусы. Сейчас очень много абсолютно пластиковых этих вот украшений, которые очень украшают. У меня у самой такие есть. У меня есть синий браслет, у меня есть клипсы такие синие с белым. Я их люблю, обожаю. Я хочу сказать, всё должно быть современно. Не молодиться и аккуратно подбирать вещи, которые хорошо на вас сидят. И, конечно, во всём остальном сейчас в этой лекции я не буду говорить, потому что очень много я уже сказала. Я приехала из Парижа, сказала своё мнение. Я вам сделала лекцию о брюках, сделала лекцию о шортах. Я вам сделала про коллекцию уже три лекции. Я уже сняла обзор журнала. Оттуда черпайте, отсюда из обзора книг, литературы. Смотрите, во что одеты звёзды, на кого бы вы хотели походить, какое настроение создать и так далее. Я думаю, что я очень много сегодня вам наговорила, потому что есть настроение поговорить. Будьте разнообразными, будьте новыми. Не бойтесь быть новыми. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы и будьте с нами. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штарина Михайловна, и вся наша команда.